Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Тема нашего сегодняшнего выпуска – баструма. По определению Википедии, баструма – это филе, вяленое филе любого вида мяса или рыбы. На самом деле, происхождение слова «баструма» имеет тюркские корни. Не путайте, пожалуйста, с «баструмой» и многими другими похожими словами. «Баструма» в переводе с древнетюркского означает «вяленое и придавленное мясо». Изначально это блюдо готовили кочевники для того, чтобы сохранить запасы еды. Делалось это следующим образом. Вырезка канины, тонкая вырезка, заворачивалась ткань и вешалась на лошадь между седлом и наездником. После этого наездник отправлялся в военный поход и хавал то, что было подвешено под седлом. Сложно представить себе, какой это имело аромат. Но так или иначе, данное блюдо пришло в наше время уже в качестве деликатеса. Преимущество «баструмы» перед многими другими видами сыровяленой продукции в том, что для ее приготовления нет необходимости использовать специальные климатические камеры или особые климатические устройства, холодильники и так далее. Традиционно «баструма» сушится на солнце. Я не рекомендую сушить прямо на солнце, но в прохладное время года «баструму» совершенно спокойно можно приготовить на балконе или даже в квартире. Друзья, и сразу же скажу, что мы сегодня готовим «баструму» из куриной вырезки, из куриной грудинки. Напишите в комментах, хотели бы вы такие же эксперименты без климатических камер и специального оборудования с вырезкой из говядины и из свинины. Если будет достаточное количество комментов, мы обязательно для вас приготовим. А сейчас давайте приступим к «баструме». Традиционно вы привыкли видеть «баструму» в обсыпке из красного перца. На самом деле для обсыпки «баструмы» используется смесь в разных пропорциях красной паприки и красного острого перца. Сегодня мы приготовим в трех вариантах обсыпки. Это будет красный перец, будет черный перец с чесноком и будут прованские травы. Друзья, текстовый, пошаговый рецепт приготовления «баструмы» вы найдете по ссылке в описании, расположенном на нашем сайте Craft Store, там, где расположены абсолютно все текстовые рецепты, ко всем видео, которые есть на нашем YouTube-канале. Поэтому переходите на сайт, изучайте рецепт «баструмы» и также рецепты других безобразий, которые мы здесь с Ларисой для вас готовим. Как я уже говорил, в силу того, что у нас будет три варианта обсыпки, соответственно, используем три куриные грудинки. Друзья, в любом случае «баструму» необходимо засаливать перед тем, как начинать ее вялить. Я рекомендую использовать нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,4-0,6%. И за счет 30 грамм соли на килограмм сырья. Также здесь добавил 1 грамм сахара. Если нет нитритной соли, совершенно спокойно можно использовать обычную поваренную соль, но все зависит от условий. Если используете поваренную соль, то необходимо, чтобы температура при выдержке не превышала 10 градусов. Ну, по крайней мере, у меня такое мнение. Если у вас есть другое мнение, напишите его в комментах. Только не пишите, пожалуйста, в комментах, что нитритная соль – это химия. Потому что я вам отвечу, что натрий хлор, что есть обычная поваренная соль – это также химия. Друзья, помимо рецептов, на нашем сайте вы найдете очень большое количество профессионального оборудования для приготовления колбасных и мясных изделий. Это шприцы для набивки колбас, профессиональные мясорубки – унгеры и булунгеры, кутеры, коптильни, термодымовые камеры. В общем, очень много всего интересного. И хочу напомнить, что помимо доставки по Украине, вы можете заказать у нас любое устройство с доставкой в Америку, в Европу, в США, в Канаду, понятно, и даже в Израиль. Поэтому переходите по ссылочке в описании на наш сайт. И если вас что-то заинтересует, заказывайте. Также мы сделали автоматику для коптильни, которая имеет веб-интерфейс и управляется удаленно со смартфона. Друзья, вот таким вот образом я засолил курицу. Просто выставлю ее на балкон. На балконе у меня градусов 5-6. И пусть просолится там в течение суток. А завтра мы с вами продолжим. На следующий день, после того, как наши грудинки просолились, незамедлительно продолжаем продолжать. Выходите, дорогой. Обываем их под проточной водой, чтобы смыть лишнюю соль. После чего их надо хорошенько обсушить бумажными полотенцами. И тут я всегда хочу сказать, что человеку, который придумал вот эти бумажные полотенца, которые размокают и прилипают к мясу, нужно гореть в аду. Потому что... Ну вот что это такое? Ну вот как его обсушить бумажным полотенцем? Ну твою же мать! Ну оно все прилипает. Ну как-то, в общем, обсушиваем. Наша задача его по максимуму обсушить от проточной воды. Ну это можно такое вытерпеть? Ну скажите мне. Обсушиваем бумажным полотенцем. Обклеиваем бумажным полотенцем, надо говорить. В общем, отдираем бумажное полотенце от обсушенных грудинок. Кошка также пришла посмотреть, какой хренью я здесь занимаюсь. И ей крайне удивительно, что я с этими полотенцами играюсь. В общем и целом, если у вас в хозяйстве есть обычное кухонное полотенце, которое вы сможете потом постирать, то рекомендую с бумажными не заморачиваться. Обсыпка номер раз состоит у нас из прованских трав и гранулированного чеснока. Хорошенько это дело перемешиваем. И проводим вот такую вот нехитрую процедуру. Стараюсь максимально прилепить обсыпку непосредственно к телу нашей грудинки. Благо грудинка липкая. Или я ее плохо просушил, или она сама по себе липкая. Да нет. Я думаю, что просушил я ее отлично. Дальше, друзья. Я приготовил кусочки марли. Если вы помните, в самом начале я вам рассказывал, что баструму древние кочевники заворачивали в какие-то тряпицы и подвешивали под седло. Ни тряпиц, ни седла, ни тем более лошади у меня нет. Зато есть прекрасная марля, в которую я смогу завернуть будущую баструму. И аккуратненько ее завязать. Колбасным шпагатом для того, чтобы ее удобно было подвесить. Вторая обсыпка у нас состоит из копченой паприки и каенского перца. На самом деле, эти обсыпки, друзья, мы придумали непосредственно перед тем, как готовить баструму. И здесь у вас открывается огромное поле для фантазий. Любите остренькое? Побольше перца. Любите пикантное? Побольше трав. На самом деле, штука эта приготовится очень быстро. Я думаю, что за неделю у нас все будет готово. И тут с вкусами можно экспериментировать. Ну, это не колбаса по ГОСТу. Я вам так скажу. Тут все значительно проще. Проводим такую же процедуру. И делаем из нашей грудинки красивую куриную конфету. Завернув ее в воображаемую обертку. Третья отсыпка внезапно состоит из черного молотого перца и гранулированного чеснока. И я провожу точно такую же процедуру. Далее, друзья, что касается того, как куриная баструма будет вялиться. У меня она будет вялиться просто на балконе. Сейчас буду думать, как в походных условиях прикрепить ее к обычным бельевым веревкам. Идеально, конечно, делать это в климатической камере, если она у вас есть. При температуре 10-12 градусов и относительной влажности 75-80%. Если же климатической камеры нету, этот рецепт рассчитан именно на коллег, которые только начинают свой путь в сыровяленье и еще не построили климатическую камеру. Так вот, если климатической камеры нету, тогда балкон наше все. Точно таким же образом заворачиваем и идем на балкон. У меня получилось три вот таких вот прекрасных мешочка с будущей куриной баструмой. Друзья, и коль я обмолвился о климатической камере, хочу вам напомнить о тем, кто вновь попал на наш канал, рассказать, что еще до войны я разработал несколько устройств для создания климатической камеры. Это контроллеры, которые позволяют из обычного бытового холодильника сделать полноценную климатическую камеру. Просто управлять этой камерой. И даже топовый контроллер позволяет управлять климатической камерой с помощью веб-приложения через интернет. Отслеживать все процессы, менять температуру, влажность, осушение, кварцевание, вытяжку и так далее. Вот здесь вот сейчас будет ссылочка на обзоры всех видеокамер. А мы с вами дуем на балкон. Смотрите, вешаем эту штуку вот толстой стороной грудинки. Она у нас с одной стороны толще, с другой... Какой она толще? Да фиг ее знает. Сейчас разберусь. С той, которая толще, той кверху. Подвесить баструму и вялится у меня получилось с помощью обычных прищепок. Все просто и банально. Здесь она проведет неделю. А если вы уже посмотрели обзоры климатической камеры, то хочу вам сообщить о том, что климат-камера, вернее контроллер климатической камеры, доступен к заказу. Заказать можно с отправкой в Америку, Европу и, конечно же, по Украине. Друзья, прошло почти три недели. Все дело в том, что мне надо было срочно уехать. И я оставил баструму на балконе. Я думаю, что теперь она позавидует мясному продукту, своему прадедушке, который провел три недели в походе под седлом кочевника. Я думаю, что она получилась очень сухая. Мы сейчас с вами это дело проверим. Но в первую очередь ее, конечно, надо развернуть. По внешнему виду она выглядит так, как будто действительно находилась под седлом кочевника. Кусочки грудинки очень усохли. Но это не повод их не попробовать. Конечно же, я не рискнул бы пробовать продукт, на котором ездил какой-нибудь монгольский воин. Но мне кажется, продукт, который провисел на балконе три недели, можно смело пробовать. Во всяком случае, выглядит он достаточно аппетитно. Посмотрите, какая красивая грудинка. Какой замечательный глянцевый срез. По запаху тоже неплохо. Давайте разрежем все три. И я попробую, расскажу, какая она на вкус. Ну, по внешнему виду, по-моему, просто прекрасно. Начиная со времен бурной молодости, баструма для меня не являлась едой. Я всегда считал, что это закуска. Поэтому приготовил бутылочку золотой зубровки. Ну, так как закуска, то надо закусывать что-то. Все верно. Я не ошибся. Друзья, давайте я попробую, попытаюсь рассказать. Значит, первое. Это у нас черный перец с чесноком. Аромат очень нежный. Ну, кстати, вот смотрите, она просто светится. Реально светится. Хороший такой сыровял получился. При этом... Я вот, кстати, не знаю, бывает на курице закал. Наверное, все-таки бывает. Никакого закала. Она совершенно однородная. И вот такая прям как пергамент. И результатом доволен. Поэтому я бы даже, наверное, рекомендовал бы все-таки не неделю-полторы, а недели две-две с половиной. Вот она высохла. Самое то. Ну, по крайней мере, как для закуски. Ой, слушайте, нормас. Вообще такой нежный вкус. Причем вот идеально посолим. А, это же закуска. Ваше здоровье, дорогие друзья. Закусывать надо, понимаешь. Идеально. Просто идеально. Так, следующая у нас с красным перчиком. Вот прям, жаль, на меня светит лампа. И отсюда это просто выглядит... Ну, она как слюдяная. Такая классная. Ну, тут паприка чувствуется. Вот все-таки пока мне с черным перцем и с чесноком она более пряная, более такая ароматная. Здесь исключительно... Ну, куриная грудинка, соленая, хорошо высушенная, с привкусом паприки. Так, ну, в заключение у нас прованские травы были. Это тоже очень такая нежно-нейтральная. То есть, вот и паприка, и прованские травы совершенно нейтральная баструма. Какого-то особого привкуса я не почувствовал. А вот черный перец с чесноком обсыпка дает просто такой классный. Она пикантная очень и такая яркая. Самое то для закуски. Ваше здоровье. Друзья, лично я результатом очень доволен. Выглядит это тоже достаточно феерично. Посмотрите, какие красивые блюда. Такие не стыдно даже на праздничный стол, я думаю, так сказать, сервировать, сделать нарезочку, настругать. Ну и с друзьями под бутылочку это тоже самое то. При том, что приготовление совершенно простое, не требует никакого ни специального оборудования, ни особого ухода. В общем, баструма под седло закинул и поехал. В нашем случае повесил на балкон и уехал, как получилось у меня. И в результате получилась классная баструма. Поэтому рекомендую данную рецептуру. Попробуйте приготовить. А после того, как приготовите, обязательно вернитесь к этому видео и напишите коммент. А если уже готовили по этому рецепту, можете написать коммент прямо сейчас. А также, возможно, у вас есть свои варианты обсыпки для куриной баструмы. И коллегам, зрителям, которые придут смотреть это видео, также может быть интересно послушать и почитать. Послушать им, наверное, интересно будет только меня. А почитать ваши варианты и взять их, так сказать, для своего использования. Друзья, если вы впервые на нашем канале, обязательно подпишитесь. Если наш постоянный зритель, то обязательно поставьте лайк. Пока у нас здесь немного оборудования, мы будем как раз и воспроизводить рецептуры приготовления каких-нибудь мясных ништячков без особого оборудования. Со временем оборудование появится. Но я также крайне надеюсь, что... И, кстати, дорогие украинцы, от всей души желаю всем нам скорейшего завершения войны и возвращения к своей довоенной мирной жизни. Так вот, я крайне надеюсь, что в самое ближайшее будущее я смогу вернуться в свою студию, там, где у меня есть абсолютно все оборудование. Друзья, спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и оставайтесь с нами. Всего доброго. Ваше здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok